Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы свяжем с вами вот такие замечательные метеночки. Связаны они у меня для девочки. В принципе, я думаю, что такие метенки можно связать по желанию и для мальчика в зависимости от выбранного вами цвета. Данный размерчик у меня подойдет где-то от 6 до 9, возможно даже больше лет на девочку. То есть в зависимости от данного размера вы смотрите уже размерчик для мальчика. Вот относительно к моей ручке, то в принципе довольно-таки большой размерчик для ребеночка. По желанию можете взять ниточку немного толще, ту же Лану Голд и связать уже данную модельку для девочки и подростка, либо уже взрослой женщины. В принципе, я буду использовать самые простые вот такие вот узоры. У меня данные метенки подходят к наборчику. Я вязала их под шапочку со снудом, поэтому в принципе взяла вот такой вот самый простой узорчик и украсила вот такой центральной косичкой жгутиком. Вывязывала я пальчики вот здесь вот регланным способом и относительно зеркально вязала вот так вот две метеночки. В общем, кому понравилось, конечно же, присоединяйтесь. Вязала я в две ниточки тоненькие, можете вязать в одну ниточку потолще. И в зависимости от этого возьмете номер спиц. Кому понравилось, присоединяйте, свяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы Гималая Энжел белоснежного цвета. Здесь в состав входит акрил полиамид 550 метров в 100 граммах. Более подробно можете посмотреть в отдельном видео этой пряжи обзорчик. Ссылочку оставлю в описании под этим видео, смотрите. И буду вязать в две ниточки. Одну использовать с верхней, вот здесь вот стороны моточка, когда снимете этикеточку. А вторую ниточку буду доставать ровно-ровно по центру. Вот здесь вот вводите два пальчика и достаете в самый центр вторую сторону моточка ниточки этой. Вот, складываете вместе и вяжете так с одного моточка в два сложения. Далее буду вязать спицами номер 3,5, чулочные обычные спицы, 5 штучек. Также вам понадобится крючок до второго номера, любой подойдет 1,5, 1,7 и так далее. Сантиметр, ножнички и иголочка. Для начала набираем на спицы 40 петелек и распределяем на 4 спицы. Вяжем по спирали резиночку 2х2, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. С первого по десятый ряд. То есть ширину резиночки я взяла такую вот небольшую, всего лишь 3 сантиметра. Если хотите, можете связать большее количество рядочков. А затем два ряда, у меня это 11 и 12, провяжите просто лицевыми петельками. Я думаю, что здесь вы справитесь. Поэтому набираете 40 петелек, вяжете с первого по десятый ряд резиночкой 2х2. 11 и 12 ряд вяжем два ряда лицевыми петельками. И встретимся с вами на 13 ряду. И довязав 12 ряд до конца лицевыми петельками, вот у нас хвостик между первой и четвертой спицей, в 13 ряд мы свяжем все петельки изнаночные. С первой спицы у меня 10 петелек изнаночные. И со второй спицы мы свяжем первые 6 петелек изнаночными петлями. Итак, довязываем с первой спицы 10 петель изнаночные. Переходим на вторую спицу и вяжем первые 6 петель изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас до конца второй спицы остается 4 петли. Мы вяжем 4 лицевые. Почему лицевые? Потому что это первые 4 лицевые из 8 петель нашего жгутика. Он должен у нас по центру быть ручки, с вот этой стороны. Поэтому мы будем распределять узорчик на второй и в начале третьей, то есть в конце второй и в начале третьей спицы вяжем 4 лицевые в начале третьей и в конце второй спицы. Всего получается, если вы вот так вот соедините вторую и третью спицу, 8 лицевых. Вот это наш жгутик. Далее продолжаем довязывать на третьей спице 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на последней четвертой спице, как и на первой, мы вяжем все петли изнаночные. И вот таким вот образом, уже по сформированному рисунку в 13 ряду, мы свяжем 14 ряд. Первая, четвертая спица у нас будет изнаночными петлями в 14 ряду. А на второй и третьей спице мы 8 средних, получается, петелек выделим, провяжем лицевыми. То есть, как в этом ряду, так и в следующем, мы вяжем вот такие вот изнаночные петельки, оставляя лицевые петли для жгутика. Довязав 14 ряд, в 15 ряду мы сделаем первое перекрещивание центрального жгута из вот этих вот 8 лицевых петелек. А сейчас мы поменяем немножечко наш рисунок, который у нас будет полностью вокруг ручки. Смотрите, мы провязали 13 и 14 ряд изнаночными петлями. Теперь 15 и 16 ряд, 2 ряда, мы провяжем вот здесь вот, как мы вязали 11 и 12, двумя лицевыми рядами. Поэтому вяжем там, где у нас получаются изнаночные петельки на первой спице, мы вяжем лицевыми петлями. То есть, первый ряд чередования 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных. 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных. То есть, будем чередовать по 2 ряда то лицевыми петлями, то изнаночными. Вот мы связали лицевые петли, связали изнаночные. Теперь 2 ряда лицевые. Теперь смотрите, у нас первые 6 петель до жгутика также идут изнаночные, поэтому мы вяжем еще 6 петель лицевых, то есть первых 16 петель рядом мы будем вязать по рисунку, чередуя то 2 ряда лицевые, то 2 ряда изнаночные. Сейчас у нас первый ряд лицевой идет и осталось у нас на левой спице 4 лицевые петли. Мы эти 4 лицевые петли так и оставляем на этой спице, за работой, обратите внимание, провязываем далее 4 лицевые с третьей спицы, вот так вот, 1, 2, 3, 4. Теперь оставляем пока изнаночные вот эти петли, а ту спицу, на которой оставляли 4 лицевые петли, мы провяжем на правую спицу. 1, 2, 3 и 4. Вот таким вот образом, посмотрите, мы перекрестили наши 8 лицевых петелек с наклоном вправо. Мы оставили первую половину 4 петли за работой на спицы недовязанными, затем уже с третьей спицы провязали вторую половину жгутика из 4 лицевых, а затем довязали первую половину, которую оставляли непровязанными. И теперь у нас остается до конца вязания третьей спицы остается 6 изнаночных. Мы вяжем как и в начале, вот здесь вот второй спицы 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последняя спица у нас идет 10 лицевых до конца этого ряда. Это у нас провязан 15 ряд и 16 ряд у нас точно так же будет уже над лицевыми петельками. 16 в начале ряда лицевых и 16 в конце ряда тоже лицевых. А петли жгута мы провяжем по рисунку. То есть в этом ряду получается в 16 все очень просто. Просто вяжем все петельки лицевые, так как 16 лицевых первые, 8 петель жгута центрального тоже лицевые. И 16 петель в конце ряда также лицевые. Поэтому просто не отсчитываем ничего, а вяжем все петельки в этом ряду лицевые. Довязав 16 ряд, мы получается провязали уже 15 и 16 два ряда лицевых. Теперь у нас 17 и 18 ряд будет два ряда изнаночных. Поэтому вяжем первую спицу 17 ряда изнаночными петельками. 10 петель провязали изнаночные с первой спицы. И у нас дальше идет 6 петель также изнаночные с начале второй спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас идут 8 петель жгута. В дальнейшем петли жгута мы будем вязать только лицевыми петельками. Запомните, что петли жгута у нас 8 лицевых, которые в основной узор не входят. Это центральные петельки. Поэтому мы их будем точно так же провязывать лицевыми. Хотите, можете, чтобы не запутаться, вторую половину лицевых петель. Вторую половину, 4 получается, если 8 поделить на 2 половины, как и в начале. Можем провязывать на вот эту вот, получается, уже третью спицу. То есть, чтобы у нас было одинаковое количество по 10 петелек. Итак, 4 провязали первые, 4 вторые провязали. И далее у нас идет второй, получается, второй раппорт узорчика. И довязываем изнаночными 16 последние петли. То есть, сейчас в этом ряду все петли изнаночные, кроме центральных 8, петель нашего жгутика. И если так разобрать, у нас получается раппорт основного узора. Идет, получается, 2 лицевых ряда, 2 изнаночных. 2 лицевых, 2 изнаночных ряда. Вот так вот, посмотрите. И сейчас мы, получается, находимся с вами в третьем ряду второго рапорта. То есть, вот, 11, 12 ряд был 1, 2 ряд рапорта. Далее, 13, 14, 3, 4. Затем, получается, 15, 16 ряд. У нас был 1, 2 ряд второго рапорта. И сейчас мы находимся с вами в 17 ряду. Это третий ряд второго рапорта. И довязываем до конца, получается, четвертую спицу, 17-й ряд провязан. 18-й ряд мы вяжем точно так же, как и 17-й. То есть у нас получается с первой спицы 10 петель изнаночными петлями. Это, получается, последний ряд рапорта основного узора. Далее у нас на второй спице первые 6 петель также идут изнаночные. То есть получается 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я и 16-я петля в начале. Теперь у нас идут 8 петель лицевых нашей косички. С первой спицы провязали 4 петли. И со второй спицы провязываем также 4 петли. Далее у нас идут 6 петель изнаночные по рисунку 18-го рапорта. И до конца ряда 18-го нам нужно довязать всего лишь 10 петелек изнаночными с четвертой спицей. 19-й и 20-й ряд у нас будут лицевыми петлями основной рисуночек. Поэтому вяжем 16 первых петель до центральных кос. Все петли лицевые. Центральные косички 8 петель у нас также лицевые. И 16 вторая часть получается основного узора. Также петельки лицевые. Поэтому 19-й и 20-й ряд мы вяжем просто 2 ряда лицевыми петлями по спирали. 21-й и 22-й ряд это у нас изнаночные ряды. Поэтому вяжем 16 первых петель изнаночные. Затем 8 центральных петель жгутика 8 лицевых. И 16 петель изнаночных вторая часть основного узора. Так вяжем 21-й и 22-й ряд. Все петли изнаночные, кроме центральных 8 петель жгута. Там вяжем просто по рисуночку пока. Без каких-либо изменений. И наконец мы подошли к 23-му ряду. 23-й ряд это по чередованию 2 лицевые и 2 изнаночные. Ряд лицевой. Первый ряд лицевой. И это ряд с перекрещиванием нашего жгутика. Поэтому первые 16 петель мы вяжем лицевые. То есть как ложатся у нас петельки по рисуночку. Ряд чередования первый лицевой. Провязали первую спицу 10 лицевых. И на второй спице вяжем первые 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас остается 4 недовязанные лицевые. Мы их так и оставляем за работой. И вяжем дальше вторую часть. 4 лицевые петли с третьей спицы. Далее возвращаем ту спицу, которую оставляли за работой. И с нее провяжем 4 лицевые первую часть. 3, 4. И получается мы сделали снова перекрещивание в правую сторону. И довяжем теперь наши 16 лицевых вторую часть нашего основного рисуночка. И теперь, чтобы вы сориентировались, смотрите, мы с вами сделали... Сейчас я довяжу первую часть, вот этой второй части 16 лицевых, чтобы не скрипела спица. И теперь смотрите, у нас получается, чтобы вы сориентировались, идет основной узорчик. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть чередование двух рядочков то лицевыми петлями, то изнаночными. Это основной рисуночек, который у нас идет по кругу. Центральная коса состоит из 8 петель лицевых в ширину. И получается, смотрите, мы будем делать перекрещивание. Сейчас объясню как. Первое перекрещивание мы с вами сделали в 15 лицевом ряду. Сейчас сделали второе перекрещивание в 23 тоже лицевом ряду. Если вы посмотрите, то мы сделали как в 15 ряду. Это получается первый ряд из двух лицевых рядочков вот этих вот. И 23 ряд это первый ряд из двух лицевых рядочков. То есть смотрите, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ряд мы вязали по рисунку. Чередуя то 2 лицевых ряда, то 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. В 7 рядочков. И когда у нас наступает 8 ряд, а это первый ряд из вот этих двух лицевых рядочков, то и будет перекрещивание. То есть мы будем делать перекрещивание вот этого жгутика в каждом восьмом ряду. И если вы заметите, то у вас получается это перекрещивание в ряду первом из двух лицевых. Затем мы провяжем просто несколько рядочков. Ну допустим, я вам уже говорила 7 рядочков. И снова в восьмом ряду сделаем перекрещивание. Опять мы провяжем 7 рядочков по рисунку. И в восьмом сделаем перекрещивание. То есть самое главное вам отсчитывать количество рядов. Следить за тем, чтобы вот этот рисунок чередовался 2 лицевых ряда, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и так далее. Отсчитывайте 7 провязанных рядочков. И в восьмом делаем перекрещивание жгута, который во всех остальных рядочках, 7 рядов, вяжется просто 8 лицевых петель в ширину. И теперь смотрите, сейчас мы получается с вами довяжем 23 ряд лицевой до конца. То есть наши еще 10 лицевых на четвертой спице мы довяжем по рисунку. Далее мы провяжем еще один ряд лицевой. То есть это получается 24 ряд. И у нас полностью все петельки 24 ряда будут лицевые. Далее 25 и 26 ряд мы провяжем 2 ряда изнаночных. 27 и 28 провяжем 2 ряда лицевых. 29 и 30 снова изнаночные ряды. И в 31 мы снова сделаем перекрещивание, потому что это будет у нас 8 ряд. Еще раз я вам расскажу по ходу, как мы провяжем, для того, чтобы вы ориентировались. Сейчас 24 ряд, это первый ряд после перекрещивания. И по рисунку он идет лицевыми петлями. Провязали 24 ряд. Теперь 25 и 26 это изнаночные, получается, ряды. То есть чередование двух изнаночных рядочков после двух лицевых. И 8 центральных петель мы вяжем, где наш жгутик, лицевыми петлями. Связали 2 изнаночных ряда, 25 и 26. Теперь у нас по чередованию 27 и 28 ряд. Это у нас лицевыми петлями 2 ряда. Поэтому просто вяжем 27 и 28 ряд, все петли лицевые, включая центральные 8 петель жгута. Довязав 2 лицевых ряда, сейчас у нас по счету 2 изнаночных ряда. 29 и 30 ряд. Изнаночные 2 ряда изнаночными петлями вяжем 16 первых петель. Затем 8 центральных вяжем лицевыми петлями и 16 вторых петель довязываем изнаночными. И так вяжем 29 и 30 ряд, то есть 2 ряда. И, наконец, мы дошли до 31 лицевого ряда по чередованию. И этот ряд у нас будет с перекрещиваниями. Я, уже провязывая 29 и 30 ряд, поделила снова наш жгутик на 4 первые петли на второй спице и 4 вторые петли на третьей спице. Для удобства поделите вот таким вот образом, если вы провязывали на одну спицу. Для того, чтобы вам просто было свободно оставлять вот эту спицу с 4 лицевыми петельками за работой. Снова будем делать перекрещивание, поэтому 16 первых петелек мы провяжем лицевыми петлями, то есть 10 с первой спицы петель и 6 со второй спицы, не довязывая 4 лицевые петельки первые жгута. Итак, провязали 10, далее 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот они остались у нас. Первая часть нашего жгутика 4 лицевые. Мы оставляем за работой. Вяжем вторую часть третьей спицы 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем возвращаем с дополнительной спицы, вяжем первые оставленные за работой 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. И затем у нас остается 16 лицевых петелек, которые мы вяжем по чередованию, как и первую часть. 16 лицевых сначала и 16 лицевых в конце. 6 на третьей спице довязываем и 10 на четвертой. Довязали 31 ряд с перекрещиванием, теперь вяжем 32 ряд, также лицевой. Потому что это второй ряд у нас по чередованию 2 лицевых ряда, 2 изнаночных. Вот это у нас второй лицевой ряд. И я уже в этом ряду поделю наш жгутик на две части, для того, чтобы нам было удобно в дальнейшем и вязать, и перекрещивать. То есть это для удобства. Провязали. Получается 6 лицевых. И далее 4 лицевых. Довязываем сюда. 4 лицевых также провязываем. Но возвращаем их на, получается, спицу, с которой вязали, на левую. И вот так вот вернули. И дальше вяжем все петельки до конца ряда 32 лицевые. Довязали второй лицевой ряд. И сейчас снова у нас по чередованию 2 изнаночных, затем 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и так далее. То есть здесь, я думаю, вам должно быть все понятно. И ориентируясь по вот этим рядочкам, вы смотрите, что вам вязать дальше. Затем мы сейчас сделали перекрещивание в 31 ряду, лицевом первом. 32-й, 2-й лицевой ряд мы провязали по рисунку. И это первый ряд у нас после перекрещивания. То есть 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й и 38-й ряд мы вяжем по рисунку. Так как ложатся петельки. Учитывая чередование 2 лицевых, 2 изнаночных ряда. То есть 7 рядочков по рисунку. Восьмой ряд это 39-й ряд высоту от начальных вот этих вот рядочков 1-го, 2-го. В 39-м лицевом ряду, первом по чередованию, мы также сделаем перекрещивание. Оставив 4 вот эти лицевые петли за работой, провязав вторые 4 петли жгутика лицевыми петлями. И затем с дополнительной спицы провяжем первые оставленные 4 лицевые петли за работой на дополнительной спице. Я думаю, что жгутик чередовать в каждом восьмом ряду вам будет легко. Благодаря тому, что мы будем знать, что в первом лицевом ряду делается перекрещивание. И по чередованию вот здесь вот 2 лицевых, 2 изнаночных ряда, я думаю, что вам видно, что сейчас у нас как раз таки начало получается изнаночных двух рядочков. И мы получается связали первый, второй ряд рапорта в высоту. То есть 2 лицевых мы связали, сейчас у вас идут 2 изнаночных. То есть смотрите, 33-й, 34-й ряд, 2 изнаночных ряда, 35-й, 36-й, 2 лицевых ряда, 37-й, 38-й, 2 изнаночных ряда. И мы с вами связали 32-й лицевой ряд. То есть это уже получается, мы провяжем 7 рядочков. И в 39-м лицевом ряду нам нужно будет сделать перекрещивание. Я думаю, что здесь вы не запутаетесь. Вот таким вот образом мы будем вязать, чередуя вот эти вот рядочки. Затем делая перекрещивание в каждом 8 лицевом ряду. И самое главное, вам нужно будет провязать вот эту высоту до тех пор, пока у нас не будет метеночка до вот этой высоты, где мы будем делать расширение для пальчика. Обязательно, если у вас маленькая будет метеночка, то есть коротенькая, то можете в принципе уже начинать с этих, скажем, моментов делать расширение на пальчик. Если же вы хотите более подлиннее, то есть это, к примеру, может быть по локоть, может чуть-чуть выше, то есть в зависимости от вашего вкуса, вы вяжете количество вот этих рядочков, перекрещиваний до тех пор, пока вы не захотите делать расширение на вот этот вот большой пальчик. И теперь смотрите, в зависимости от того, на какую ручку вы делаете, вам нужно будет делать перекрещивание и точно так же начинать вообще первый ряд. Смотрите, для, я уже параллельно буду рассказывать, для второй метеночки вам нужно будет набрать такое же количество петелек, но начинать вы будете не с двух лицевых, а с двух изнаночных, для того, чтобы у вас была метеночка в зеркальном отображении. Все вязать точно так же, но перекрещивание жгута нам нужно будет делать не в правую сторону, а в левую сторону, для того, чтобы у нас метенки были в зеркальном отображении. Поэтому вы, провязывая вот эти вот лицевые и изнаночные, чередуя по два рядочка, будете провязывать точно так же, без изменения, то есть изначально у вас 11-12 ряд после резинки, будет лицевые, затем два изнаночных, 13-14, 15-16, два лицевых, далее два изнаночных, а жгутик мы будем перекрещивать в таких же рядах, но только получается в левую сторону. Как мы это будем делать? Вот эти четыре петли лицевые, первую часть жгутика, которую мы оставляем за работой, вам нужно будет оставлять перед работой. То есть все делать то же самое, только не за работой оставлять, а перед работой, для того, чтобы у вас перекручивание шло, перекрещивание восьми лицевых в левую сторону. В этом все отличия. И, соответственно, пальчик. Так как это у нас получается верхняя сторона, вот эта, то у вас пальчик будет с вот этой стороны. Если будете делать вторую метеночку, то у вас пальчик будет с вот этой стороны, соответственно. То есть вот так. Ложите свою ручку и понимаете, с какой стороны. Вот исходя из этого, я продолжаю дальше вязать свою метенку в высоту, затем покажу вам, как вывязать пальчик, и вы самостоятельно, я думаю, вполне сможете связать вторую метеночку. Итак, я провязала высоту метеночки, нужную для меня. Я сделала 6 перекрещиваний. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Затем провязала один лицевой ряд, то есть второй ряд по рисунку лицевой. Далее связала два изнаночных и один лицевой, то есть 4 ряда после перекрещивания. И теперь буду делать вывязывание нашего пальчика. Я буду делать сейчас метеночку на правую ручку. Я покажу также параллельно, как буду делать на левую ручку, но при этом я распущу и как бы все-таки буду делать на правую. Это как бы для вас. И теперь смотрите, для тех, кто будет делать сейчас на, скажем, со мной, скорее всего, вы сделаете первую метеночку на правую ручку, а затем, я думаю, по этому же принципу вы сможете самостоятельно сделать на левую. И для тех, кто будет делать на правую со мной, то мы будем делать прибавления на последней четвертой спице, то есть на последней спице ряда. Когда вы будете делать на левую ручку пальчик, то вам будет нужно делать на правой спице. И обязательно я рекомендую вам начать с того ряда, где у вас вот здесь вот провязан уже первый лицевой ряд по рисунку и как раз таки в начале второго. Вам так будет удобно и я буду объяснять по ходу вязания, вы уже будете ориентироваться. Так как я сделала 6 перекрещиваний, вы можете сделать 3, можете сделать 10 и так далее. То есть в зависимости от длины вашей метеночки. Но обязательно учтите, что вот эта ширина резиночки, чтобы вам дала пройти максимально на ручку ребенка, в общем, либо на вашу ручку, если вы в увеличенном размере делаете, то вот здесь вот должна она проходить вот эта резинка. Вот, то есть на это тоже следует обратить внимание. Вот, слишком длинную вы ее пока не сможете сделать без прибавлений каких-либо. Итак, для тех, кто будет вязать на левую ручку метеночку, я вам сейчас хочу показать, как начать увеличение. Затем мы начнем на правую ручку, и вы уже самостоятельно сможете понять, как на левую делать дальше увеличение. Итак, вяжем первых 8 лицевых из 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И обязательно, почему мы делаем на первой либо четвертой спице, обязательно на внутренней стороне. Не довязав две последние петельки, поднимаем промежуток между, получается, второй и третьей петлей с конца. Вот, подняли этот промежуточек на левую спицу, и за заднюю стеночку вяжем этот промежуток лицевой петлей. Таким образом, мы сделали прибавление. Здесь совсем малюсенькая дырочка, абсолютно ничего страшного, все будет очень красиво. И теперь дальше вяжем две лицевые, и между последней петлей с этой спицы и следующей петлей первой, мы тоже поднимаем промежуточек и за заднюю стеночку вяжем перекрещенной лицевой петлей. То есть, фактически, мы в этом ряду сделали увеличение на две петли. У нас получается две петельки, а вокруг этих двух петелек по одной петле с обеих сторон в конце первой спицы. То есть, вот так вот. У вас вместо теперь 10-ти 12 петель. Но, так как я сейчас хочу сделать уже, получается, на правую ручку метеночку, то я сейчас немножечко переиграю и прираспущу вот эти две петельки. Мне они нужны лицевыми. Это второй ряд лицевой, поэтому я провяжу их две лицевые. Вот. И буду дальше вам показывать. Это так вы начнете увеличение для пальчика левой ручки. А для правой ручки нам нужно связать полностью все 10 петелек лицевые. Дальше с этой спицы 10 петелек также лицевые. Получается со второй спицы и с третьей спицы все петельки лицевые. То есть, первые 30 петелек мы вяжем лицевыми петлями. И не забывайте, что это у вас пятый ряд сейчас идет по рисунку перекрещивания, если у вас точно так же, как у меня. Перекрещивание мы продолжим делать точно так же в каждом нашем восьмом ряду. Это не забывайте. И сейчас, смотрите, с последней спицы нам нужно, не провязывая петелек между третьей и четвертой спицей, поднять вот этот промежуточек. И за заднюю стеночку промежуток провязать лицевой петлей. Далее вяжем две лицевые. 1, 2. И снова промежуточек между третьей и, получается, второй петлей полной лицевой. В промежуточек поднимаем и вяжем за заднюю стеночку. То есть, мы, получается, сделали два прибавления. Точно так же, как мы делали на вот этой первой спице для левой ручки. Вот такое у нас начало. А дальше, как на левой, так и на правой будет абсолютно все одинаково. Не переживайте. Довязываем до конца спицу. И у нас получается на четвертой спице 12 петелек. Теперь смотрите. Мы по рисунку сейчас должны вязать два изнаночных ряда. Так и вяжем, получается, первые 16 петелек изнаночными петлями. Далее 8 петелек лицевыми петлями нашего жгута. То есть, пока все по рисунку. Здесь мы ничего не меняем абсолютно. И вяжем. И первые 6 петелек после жгута мы провяжем изнаночными петлями. То есть, как и должны по рисунку. Вот так провязали первые две спицы. И довязываем третью спицу по рисунку. 4 лицевые и 6 изнаночных. Далее у нас идет прибавление в предыдущем ряду. Две лицевые и прибавление. Мы эти 4 петли первые вяжем лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4. А далее остальные петельки мы вяжем изнаночными. Одна изнаночная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. То есть, мы вот эти две лицевые петельки и вокруг прибавления вяжем просто лицевыми петлями. Точно так же будете делать и с вот этой спицей. Теперь у нас второй ряд изнаночный по рисунку. Так и вяжем изнаночными петлями второй ряд. Далее 8 лицевых нашего жгутика и 6 лицевых изнаночных. То есть, первую, вторую, третью спицу вяжем без изменения. А на четвертой спице мы сейчас сделаем прибавление. То есть, у нас будет чередоваться ряд с прибавлениями, ряд просто по рисунку, ряд с прибавлениями, ряд по рисунку. Предыдущий ряд у нас был без прибавления по рисунку. Поэтому сейчас у нас ряд с прибавлениями. Мы между третьей и четвертой спицей поднимаем промежуточек и вяжем этот промежуточек за заднюю стеночку, перекрещенной лицевой. То есть, делаем прибавление. Далее вяжем наши 4 петельки. Вот так вот, лицевыми. И снова между, получается, уже пятой по счету от начала ряда. На этой спице не ряда, а на этой спице петелек. Поднимаем перед изнаночной еще одну петельку промежуточек и вяжем перекрещенной лицевой. Таким образом, у нас уже вместо двух петельек уже 6. И дальше довязываем до конца ряда наши 8 изнаночных. Ну, есть второй ряд рисунка изнаночного ряда, вторая, вот она, пара. И теперь у нас начинается чередование лицевого ряда, то есть двух лицевых рядочков. И в первом лицевом ряду мы должны сделать перекрещивание жгута. Поэтому вяжем первую спицу лицевыми петлями, вторую спицу, то есть 16 петель, получается, первых лицевыми. Затем мы сделаем перекрещивание нашего центрального жгутика. Оставляем спицу за работой с четырьмя петлями. Далее вяжем 4 петли лицевые, следующие лицевыми. Сделали перекрещивание и возвращаем наши оставленные спицы, ой, петли на спицы за работой. Провязали. Сделали перекрещивание и дальше у нас получается наши 6 лицевых петелек. Вот мы их вяжем лицевыми. Далее у нас ряд без прибавления здесь, поэтому мы вяжем просто наши 6 лицевых, те, которые мы с прибавочками делали. И довязываем до конца ряда также петельки лицевые все по узорчику. То есть у нас получается петли для пальчика, которые мы прибавляем, независимо от узора, будут все время лицевыми. Почему-то мне кажется, что это вполне нормально и красиво получается. В принципе, можно вязать и не выделяем. Теперь у нас второй ряд лицевой. Я так и вяжу. Второй ряд получается первую спицу лицевыми петлями, вторую лицевыми и третью спицу лицевыми. А на четвертой немножечко я переделаю. Я вот здесь провязала средний узор на одной спице. Я сейчас поделю наш жгутик пополам и дальше продолжу вязать третью спицу. Дошли до четвертой спицы и между третьей и четвертой снова поднимаем промежуточек, вяжем петельку за заднюю стеночку лицевой. Сделали прибавление. Дальше вяжем шесть лицевых, те, которые у нас уже есть. И после шестой нашей лицевой мы снова поднимаем промежуточек и вяжем за заднюю стеночку, то есть делаем прибавление по краям. И довяжем до конца ряда лицевыми петельками, так как у нас сейчас второй ряд лицевой. Теперь у нас снова два ряда изнаночных, поэтому переходим на изнаночные петельки и вяжем первые шестнадцать петелек изнаночными, затем восемь петель жгута лицевыми и шесть изнаночных петель. Дойдя до четвертой спицы, первые восемь петелек, это у нас которые петли с прибавлениями, мы вяжем просто восемь лицевых, то есть лицевой гладью мы пальчик вяжем, независимо от количества петелек для пальчика, просто лицевыми. И затем по рисунку довязываем восемь изнаночных петелек на четвертой спице. Далее снова мы переходим к первой спице и вяжем первую спицу шестнадцать петелек изнаночными, затем восемь петель у нас лицевых для жгута и шесть петель изнаночных. И снова доходим до четвертой последней спицы. Довязали до четвертой спицы и снова у нас ряд с прибавлениями, поэтому поднимаем промежуток между третьей и четвертой спицей и вяжем лицевой петлей перекрещенной. Теперь вяжем восемь лицевых наших промежуточных для пальчика и после восьмой лицевой мы вяжем перед изнаночной прибавления, снова поднимаем промежуток и вяжем лицевой петлей. Таким образом у нас уже десять петель вместо двух. И довяжем до конца ряда восемь изнаночных по рисунку. И с начала следующего ряда снова вяжем шестнадцать лицевых наших узорчика, затем восемь лицевых нашего жгута. В общем, в принципе, целый ряд лицевыми петлями. Что там уж говорить, просто провяжем целый ряд лицевыми петлями, так как сейчас по узору лицевые, жгут лицевые, на пальчики лицевые. То есть просто вяжем лицевыми петлями один ряд. Связали ряд лицевыми петлями и теперь вяжем три спицы лицевыми петельками, также по рисунку. Это второй ряд лицевой лицевыми петельками и петли жгута также лицевыми. Связали три первые спицы и теперь между третьей и четвертой снова промежуточек поднимаем и вяжем перекрещенной лицевой. Добавили петельку и теперь вяжем полностью все добавленные петельки лицевыми до последних 8 петель. И теперь смотрите, снова перед вот этой 8 петелькой с конца ряда поднимаем промежуток и вяжем лицевой петлей. И далее до конца ряда у нас получаются все петельки лицевые. И так довязываем до конца второй лицевой ряд и переходим на первый изнаночный ряд. Поэтому вяжем первые 16 петель изнаночные, затем 8 петель лицевые для жгутика и 6 петель изнаночные, которые с другой стороны жгутика. Дошли до четвертой спицы и четвертую спицу вяжем первые 12 петель, у нас их уже прибавочных, лицевыми петлями, то есть петельки для пальчика. И затем 8 петель изнаночные первого ряда изнаночные. И второй ряд изнаночные у нас также начинается с 16 петель изнаночных, затем 8 петель лицевых для жгутика и 6 петель изнаночных с другой стороны жгутика. Все пока по рисунку. А подходя к четвертой спице уже будем снова делать прибавления, так как у нас сейчас был ряд без прибавления. Дошли до промежутка между третьей и четвертой спицей и снова поднимаем и вяжем прибавление за заднюю стеночку лицевой петлей. Далее средние наши лицевые петельки так и вяжем лицевыми петлями. И между первой изнаночной и последней лицевой снова поднимаем промежуточек и вяжем за заднюю стеночку лицевой. То есть снова прибавили петельку и до конца ряда довяжем все петли. У нас их 8. Пока остается без изменения, мы их не трогали. Изнаночными петлями. И теперь у нас получается первый лицевой ряд. Это ряд перекрещивания жгутика. Поэтому вяжем 16 петель лицевых и будем делать перекрещивания. 4 лицевые оставляем за работой. Далее вяжем 5, 6, 7 и 8 петли лицевыми. И с дополнительной спицы перевязываем на правую спицу первые 4 петли. То есть все как всегда, делаем перекрещивания точно так же, как и делали все предыдущие 7, если не ошибаюсь, раз. И довязали лицевые петельки со жгутика нашего. И дальше вяжем полностью до конца ряда все абсолютно петельки лицевые. С третьей спицы и с четвертой. Довязали до конца ряд лицевой. И теперь вяжем второй лицевой ряд все петельки лицевые на первой, второй и третьей спицы. Дойдя до четвертой спицы, мы будем делать очередное и последнее прибавление. Между третьей и четвертой спицы поднимаем промежуточек и вяжем прибавления за заднюю стеночку лицевой петлей. Далее вяжем наши 14 лицевых ранее уже провязанных прибавлений. И снова между 14 лицевой петлей и 15 уже получается первая из 8 петель. Мы снова поднимаем промежуточек и вяжем петельку перекрещенной лицевой. Мы сделали прибавление до 16 лицевых петелек для пальчика. И далее довяжем до конца ряда все петельки 8 лицевых. Следующий ряд по чередованию у нас идет изнаночный. Поэтому вяжем 3 наши первые спицы по рисунку, то есть изнаночными петлями. И наши 8 петель для жгута лицевыми петлями пока без изменения. Дошли до четвертой спицы и у нас на ней получается пальчик и 8 по идее изнаночных петель. Нам нужно сейчас пальчик отделить. Поэтому можете приготовить либо булавочку, либо дополнительную любую абсолютно спицу. Можно меньшего размера. Это абсолютно не важно. Можете даже кусочек ниточки с иголочкой. Вам нужно будет просто переодеть петельки пальчика на дополнительную любую абсолютно спицу. Смотрите, мы сейчас первую из 16 петелек вяжем изнаночной петлей. Первую. Затем все петельки, кроме последней лицевой, то есть 14 получается лицевых петелек переодеваем на спицу. Хотите, можете на дополнительную спицу для коз. Абсолютно здесь не важно. Можно даже на обычную булавочку, ниточку. Переодеваем 14 лицевых петелек. Они у вас должны остаться перед работой. И за работой довязываем 16 лицевую петлю, второй изнаночной. И хорошо, хорошо, хорошо стяните, чтобы у вас максимально близко располагались петельки. Стягивайте аккуратно, чтобы у вас не спадали вот так вот петельки. После того, как мы стянули хорошо 2 петли, мы продолжаем дальше вязать наши 8 оставшихся лицевых изнаночными петлями. Вот так. То есть, смотрите, фактически мы сейчас восполнили первой и последней лицевой петлей пальчика, восполнили наши 10 петелек и 2 петли вернули, которые мы брали изначально для расширения. Все абсолютно до этого момента точно так же делаете с вот этим пальчиком. Абсолютно то же самое. Через ряд делаете прибавления. Далее первую и последнюю петлю из 16 прибавленных, то есть 14 мы прибавили, 2 изначально у нас мы брали средние петли. Вот мы их вернули. И теперь дальше, смотрите, мы вяжем второй ряд изнаночный наш по рисунку. Петли косы мы, жгутика точнее, мы вяжем лицевыми, не трогаем, там не нужно пока перекрещивание, а просто вяжем по рисунку все петли изнаночные 2 ряда и плюс наш жгутик. И вот мы замкнули в круг, получается нашу верхнюю часть, там где пальчики. Сейчас наш пальчик большой отделен на отдельной спице, либо на чем вы их оставили, эти петельки. И теперь нам нужно по рисунку провязать 2 лицевых ряда и 2 изнаночных. Соответственно, лицевые ряды вы вяжете полностью все петли лицевые, а в изнаночных рядочках все петли изнаночные, кроме вот этих наших лицевых петель во сне для жгутика. 2 ряда лицевых, 2 ряда изнаночных. После того, как связали 2 лицевых, 2 изнаночных ряда, у нас идет первый лицевой ряд, и это ряд с перекрещиванием нашего жгутика. Поэтому вяжем первые 16 петелек лицевыми, далее делаем перекрещивание. И довяжем снова лицевыми петельками нашу вторую часть из 16 петелек. 4 лицевые оставляем за работой и вторую половину из 4 лицевых провязываем и возвращаем с дополнительной спицы первую половину из 4 лицевых и довязываем тоже лицевыми петельками. То есть, как всегда, наклон делаем вправо. И затем довяжем наши 16 лицевых. Довязали первый лицевой ряд, далее довязываем еще второй лицевой ряд и 2 изнаночных. Связали 2 изнаночных последних ряда, и я буду уже, пожалуй, идти к завершению нашей вот здесь вот макушки на пальчиках. Если вы хотите повыше, то, соответственно, можете повыше. Смотрите, я предлагаю вам закончить резиночкой 2х2, точно так же, как мы и начинали. Так как у нас количество петелек, благодаря нашим восстановленным 2 петелькам, здесь вот при замыкании в круговое вязание обратно, восстановлены, поэтому у нас также 40 петелек, как и изначально. Поэтому я буду вязать точно так же, как и первый, второй и третий ряд, заканчивать резиночкой 2х2, начиная с двух лицевых. Для вязания второй метеночки я буду вязать две первые изнаночные, поэтому буду и заканчивать с двух первых изнаночных. Тоже обратите на это внимание особое. Вот, поэтому, если вы заканчиваете резиночкой 2х2, то начинаем аналогично первому ряду вязать две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. И вот так вот можно закончить резиночкой 2х2, где-то порядка 6-7 рядочков. Хотите повыше, соответственно, вяжите резиночку немножечко пошире. Вот, и вот так вот заканчиваем резинкой. Затем можно резиночку закончить самым обычным закрытием петелек, какой вы только знаете. Можете далее закрыть трикотажным шовчиком, как резиночку 2х2. Вот, смотрите, перейдя к жгутику, также продолжаем вязать две лицевые, две изнаночные, две лицевые, две изнаночные. Уже непосредственно по самому жгутику, вот здесь вот. И из восьми лицевых будет две лицевые, две изнаночные точно, а также аналогично нашей нижней вот здесь вот стороне. И опять же, повторюсь, можете закончить любым для вас удобным способом. Я буду закрывать трикотажным шовчиком резинки 2х2. Мне кажется, он более или менее аккуратен для вязания витеночек, тем более это как бы верхняя сторона, где пальчики. Поэтому мне хочется максимально аккуратнее закончить. Поэтому я сейчас свяжу 6 рядочков в высоту резинки 2х2. Затем оставлю ниточки где-то в 3 сложения по кругу, вот такой вот длины в 3 раза. И затем введу иголочку и закрою трикотажным шовчиком. На этом моя верхушка будет закончена. Я приступлю к обвязыванию пальчиком. Вот я уже довязала и закончила резиночку сверху. И теперь вот эти 14 петелек на отдельной спице на нашей я распределила на 3 спицы по 6 петелек. И на одной последней спице распределила 2 петельки. То есть вот так вот по кругу. Теперь берем ниточку нашу отрезанную, которую отрезали вот здесь при вязании верхушечки. И смотрите, буду набирать петельки. Вот здесь у меня получается между первой и последней спицей промежуточек. И я вот получается вот так вот пальчик ввожу. И смотрю, где мне можно взять одну петельку. Вот так вот с рабочей ниточки я набираю одну петельку. Одеваю ее на рабочую спицу, на той, на которой у меня меньше петелек. Вот так вот подтягиваю хорошо. И с другой стороны вот здесь вот где-то набираю вторую петельку. И снова одеваю эту петельку на рабочую спицу. Вот этот хвостик можем убрать в серединку пальчика. Он нам пока не нужен. И ряд нам нужно провязать лицевыми петельками. Я распределила на три спицы и буду работать четвертой спицей. И вяжу полностью все петельки лицевыми. Связали лицевой ряд. И теперь смотрите, мы начинаем вязать резиночку 2х2. Две лицевые, две изнаночные. Две лицевые. И переходим на следующую спицу. Две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. И вот так вот вяжем по кругу. Чередуя две лицевые, две изнаночные. До тех пор, пока у нас не сформируется первый ряд резиночки 2х2. И нам нужно вот такой резиночкой 2х2 связать после сформирования. Еще получается два ряда. После того, как связали три ряда резиночки, теперь подтягиваем, вытаскиваем вот этот краешек, который мы изначально не закрепив, просто присоединили, чтобы у вас здесь стянулась дырочка. У вас, возможно, по ходу вязания вытягивались петельки. Поэтому, чтобы их не было, достаем ниточку. Смотрим, чтобы не было дырочки. Снова прячем вот так вот краешек. И закрываем вот эти открытые петельки таким же способом, как вы закрывали вверх. Я буду закрывать таким же трикотажным шовчиком. Хотите, можете закрыть трикотажным. Хотите, можете закрыть просто протягиванием предыдущей, на последующую провязанную петлю. И заканчиваем наш пальчик. И после того, как мы закончили закрывать вот этот пальчик, вытаскиваем полностью все краешки вовнутрь и выворачиваем метеночку изнаночной стороной вверх. Прячем все, закрепляем краешки ниточек. И наша метеночка готова. Осталось лишь только сделать вторую, аналогичную этой, но у нас косичка, вот этот жгутик, должен быть повернут, получается, с наклоном влево, то есть в противоположную сторону. Для этого 4 петельки первые, которые мы оставляли за работой, теперь будем оставлять перед работой. Провязывать вторые, а затем возвращаться к первым. Для того, чтобы они у нас были, скажем, с наклоном влево. И вот эта наша правая сторона, правые 4 петли будут доминировать. Сейчас доминируют левые, а будет доминировать правые с наклоном влево. И смотрите, точно так же берете, набираете 40 петель, вяжете резинкой 2х2. Желательно для зеркального отображения начните с двух изнаночных, затем две лицевые. Затем вяжем точно так же, чередуя два лицевых ряда, два изнаночных. Все то же самое, просто делаете косичку с наклоном влево. Далее, как я вам уже говорила, на вот этой стороне вам нужно будет сделать вот такой пальчик. В зеркальном отображении все делается точно так же, абсолютно, просто на вот этой спице. То есть вы будете делать прибавления между первой и второй спицей. И не довязывая до конца две петли, делать вот здесь вот прибавления. Итак, в общем, в принципе, я думаю, что здесь все понятно. Также в зеркальном отображении, как здесь начнете с двух изнаночных, начните и здесь с двух изнаночных. И вяжем далее 6-7 рядочков, сколько вы вязали. На первой метеночке точно так же вяжете и на второй. У меня вторая, вот она готова. Вот. Получается, в принципе, как на мой взгляд, вполне замечательно. Единственное, что спрячьте краешки ниточек с изнаночной стороны, для того, чтобы не было видно. И, конечно же, главное абсолютно, чтобы у вас максимально совпадало все по количеству рядочков. То есть вот они, ваши резиночки совпадают снизу, сверху. То есть для этого мы и считали количество рядочков. С изнаночной стороны получаются вот такие. Довольно-таки смешные получаются пальчики в виде такого носика с чайника. Но абсолютно ничего страшного. На ручке это все смотрится очень аккуратно. И мне, честно говоря, вот этот ввязанный пальчик больше нравится, чем когда оставляются петельки и затем вывязывается трубка. Мне вот этот вариант больше нравится. И по ходу носки он более такой вот практичнее, чем тот второй вариант, который вывязывается уже непосредственно с уставленных петель. И так, в общем, конечно же, кому понравилось, комментируйте. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписаться на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok